Здравствуйте! Я Татьяна Григорьевичева, руководитель Барнаульского центра природного земледелия «Сияние». Уже практически все знают, что такое сидираты и сеют их для восстановления почвы. Но когда их нужно сеять? Весной, до высадки рассадных культур, летом на освободившиеся грядки и осенью на все свободные места. Но слишком поздний посев сидиратов не имеет смысла, так как они не успеют вырасти. Так когда же еще не поздно посеять сидираты осенью, чтобы они принесли максимальный эффект? На своем участке я провела эксперимент, посеяв сидираты осенью в разные сроки. И сегодня я вам покажу, что из этого получилось. Сегодня 10 сентября. На эту грядку, когда она освободилась, примерно 3 недели назад я посеяла сидираты. Здесь у меня смесь сидиратов, и видно, что они совершенно разные. Я сюда взяла все, что было у меня в наличии. Это и овес, и редька масличная, и рапс, и гречиха здесь есть, и горох, может быть что-то еще. Почему я сделала такую смесь? Потому что каждое растение, каждый вид сидиратов имеет совершенно разную корневую систему. У кого-то она глубже, у кого-то она более разветленная. Каждый сидират вытягивает для себя необходимые свои питательные вещества. И в любом случае в смеси они будут работать лучше и принесут пользу гораздо больше, если бы это был какой-то один вид. Но я что хочу сказать. Вот сейчас эти сидираты к середине сентября примерно, они наросли уже достаточно сильно. Некоторые достигают высоты сантиметров 30 или 40. И дальше, несмотря на то, что еще стоит теплый сентябрь, у нас неизбежно будут похолодания. И эти сидираты, так как они уже набрали основную сильную свою массу, они будут продолжать расти. И даже гречиха, которая не холодоустойчивая совершенно, в этом лесу сидиратов она будет тоже расти и делать свое доброе дело. Но сейчас многие садоводы только начинают сеять сидираты. Освобождается поле из-под картошки, убирают морковку, и нужно посеять сидираты на освободившееся место. Это правильно. Но в какое время? Имеет ли смысл это делать сейчас, когда уже холодные ночи? Когда не за горами у нас общее похолодание? И как они вырастут, эти сидираты? Скорее всего, они вырастут совершенно немножко. Может быть, сантиметра 3, 4 или 5. Но какой толк от этого будет? Корневая система у них тоже будет слабая, она не успеет развиться должным образом. И принесут ли такие сидираты какую-то пользу, и не будет ли наше время и деньги потрачено в пустую? Это мы проверим. Я посею сегодня остатки сидиратов, которые сеивают на эту грядку, на другую освободившуюся грядку. И посмотрим до заморозков, как они успеют нарасти, и сравним. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, сейчас у нас середина октября. Месяц назад мы посеяли сидираты вот на эти грядки. В качестве эксперимента посмотреть, насколько вырастут они до осенних заморозков. Сейчас уже достаточно похолодало, уже даже лег снег. Рано в этом году, неожиданно несколько. И насколько успели вырасти у нас сидираты за это время? Они подросли совершенно немного. Надземная часть зеленая, сантиметров 10. Корни и того меньше, сантиметров 5. Сидираты нам нужны для чего? Для того, чтобы почва восстанавливалась, чтобы она разрыхлялась. Потому что сидираты своей мочковатой, разветленной корневой системой могут разрыхлить даже плотные кусочки, разбивая на мелкие части своими корнями. Но тот верхний слой, который разрыхлили именно вот эти сидираты, мы его все равно взрыхлим каким-то инструментом при посадке весной наших растений. И поэтому, был ли смысл сейчас сеять эти сидираты в середине сентября? Безусловно, это лучше, чем ничего. Потому что зеленая надземная часть сидиратов является естественной мульчой. Она, как видно сейчас, легла под снегом, замерзнет окончательно и прикроет землю. Но в нашем случае можно было бы, может быть, даже лучше накрыть землю любыми органическими остатками. Просто прикрыть землю травой, ботвой, листвой, опадом, чем угодно. Потому что вот эти семена сидиратов мы могли бы сохранить и посеять весной. Что же мы имеем на этой грядке, на которой мы сидираты высадили в конце августа? И разница в посеве у нас была 2 или 3 недели. А имеем вот что. Разница, по-моему, очевидна. Сидираты превышают в своем развитии в несколько раз. Кричиха у нас здесь уже успела зацвести. Сейчас, несмотря на то, что уже снег и заморские похолодания, цветет горчица. Видны цветы, она даже где-то набирает еще бутоны. Почему такая большая разница в развитии сидиратов? Дело в том, что для того, чтобы растения взошли и набрали свою силу, им нужно тепло. И вот эти сидираты попали под теплые августовские дни и достаточно теплые еще ночи. И им этого хватило, чтобы корневая система развилась достаточно хорошо и ушла на глубину. А когда первые похолодания пришли, корни ушли глубже, они в тепле. А когда зеленая часть, зеленая масса на холоде, это уже нормально. Они могут расти, развиваться дальше, потому что это холодоустойчивая культура. Кричиха здесь уже замерзла, она свое дело сделала. А эти сидираты до сих пор даже продолжают развиваться и цвести. Сидираты являются естественным мульчой. Они замерзнут окончательно, они лягут, уже легли практически, накроют землю. Даже если некоторые, вот у овса достаточно плотные, такие твердые стебли, и они не лягут, это тоже хорошо, потому что они будут являться снегозадержанием и будут стоять на грядке и задерживать на эту грядку снег. А потом весной эта грядка вперед остальных подготовится к посадкам. Так что вывод однозначен, сеять сидираты желательно как можно раньше, сразу же после того, как ваша грядка освободилась. Если это в августе, значит это в августе нужно в этот же день посеять сидираты, пока почва еще влажная, когда вы убрали какие-то культуры свои, и вы посеете, чтобы они гораздо быстрее взошли. Потому что если вы приедете через день или через неделю, и думаете, посеем еще не поздно, конечно не поздно, но лучше это делать сразу. Поэтому семена сидиратов должны быть в запасе всегда. И крайний срок посева сидиратов – начало сентября. Потому что вот такое вот, лучше я не буду тратить семена сидиратов, а просто замульчирую грядку какими-то любыми органическими остатками, которых осенью уже в избытке. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, сейте сидираты, сейте сидираты обязательно, только делайте это вовремя. Если не посеяли сидираты, укрывайте свою землю. Одним словом, любите свою землю, берегите ее, храните ее, и она вас отблагодарит в хорошем выражении.